Солнечный курорт Здесь море, здесь яхта, здесь классные отели, здесь вкусная еда С репутацией офшора Прачечная для отмывки грязных денег И Мекка для российских спецслужб И это факт, нужно доказывать свою состоятельность Все это об одной из стран Евросоюза В отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем Давайте откроем матрешку и узнаем Какое государство открыло двери нараспашку путинским агентам? И благодаря кому это стало возможным? Утро 24 февраля 2022 Начало полномасштабного вторжения России в Украину Именно этот день, среди прочего, положил начало масштабным чисткам в Евросоюзе Германия массово высылает российских дипломатов С начала военных действий на Украине Страны Блока выслали около 260 российских дипломатов Европейский Союз принял все-таки девятый пакет санкций Против четырех российских телеканалов и политических партий Наверное, на этом этапе может показаться, что путь в Европу для российских спецслужб закрыт Давайте не будем забегать вперед Но нет, лазейка у Кремля все же есть Член Евросоюза Кипр Хотя, стоит сказать, попытка дать заднюю Все же была Очень рад оказаться на родине После возвращения из замечательного солнечного Но оказавшегося не очень дружественным по отношению ко мне Кипра Этот радостный мужчина, оказавшийся на родине Корреспондент российской газеты Александр Гасюк В октябре 23-го по подозрению в шпионаже его арестовали на Кипре Взяли прямо на деле, во время слежки за неким объектом В полдень, среди белого дня Подбежали какие-то люди Открыли двери в машину Начали меня оттуда вытаскивать В этот момент в машине находилась моя дочь Которая возвращалась из школы Была ли на самом деле с Гасюком дочь, история умалчивает Но кипрским полицейским приглянулся другой его сопровождающий Сотрудник российского посольства Данил Дойников Последний даже пытался отбиваться Гасюк на Кипре с весны 22-го Практически с начала полномасштабного вторжения До этого скитался в Штатах и Греции Именно американские спецслужбы и дали на него наводку За 63 года никогда не случалось такого Чтобы российский или прежде советский журналист Оказался в ситуации, в которой оказался я Никогда такого не было, но начать не поздно Правда, эта депортация, пожалуй, единственная публичная И подтверждение тому безбедно живущий еще один псевдо-журналист Андрей Суржанский И плевать, что он приехал вместе с Гасюком А в прессе упоминается как агент службы внешней разведки Известно, что он работает под журналистским прикрытием Заместителя руководителя редакции международной информации В государственном информационном агентстве ТАСС Да и российские дипломаты, они же ФСБшники, на острове как дома Около 300 амбассадоров в погонах протирают кресла посольства и русского дома Ни одного не вымели поганой метлой Более того, с началом войны их стало больше Как и всевозможных антенн на принадлежащем им зданиях Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные Но и это не все Посол России на Кипре тоже непростой Кадровый чекист, генерал-лейтенант ФСБ Мурат Зязиков Как вы уже успели понять, дипломатическим опытом он напрочь обделен Но это не помешало ему в разгар полномасштабной войны Усадить мягкое место в заморское кресло И пустить русский мир в массы Так на гостеприимной кипрской земле он забабахал 9 мая И мероприятие в честь снятия ленинградской блокады Присутствие местных кипрских чиновников открыл двойника краснодарскому курорту Айнанапа-Геленджик В никем не признанной, кроме Анкары, Турецкой республики Северного Кипра представительства А 30 сентября прошлого года и вообще Долмаху Решил отметить в Никосии аннексию украинских территорий Сегодня мы собрались, чтобы в первый раз отметить новую дату нашего календаря Новый праздник День воссоединения Донецкой народной республики Луганской народной республики Запорожной и Херцонской областей Нет, вам не послышалось Вся эта бесовщина происходила уже после полномасштабного вторжения И вряд ли без разрешения местных властей Это что же получается? Пока другие страны ЕС, как тараканов, выметают псевдодипломатов из своих земель И борются с пропагандой Кипр пытается усидеть на двух стульях Одной рукой осуждает войну и поддерживает санкции Мы на правильной стороне истории Республика Кипр также является жертвой незаконного вторжения и оккупации И было бы абсурдно это каким-либо образом узаконивать Ни в коем случае Да, после этого у нас возникли проблемы в наших отношениях с Россией Как это было и у других государств ЕС Другой закрывает глаза? Или голова не знает, что делают руки? А главное, что делают местные элиты на российских праздниках? Неужто вербовка идет с низов? Я удивлен, что это вопрос возникает Мне казалось, что все развивается по плану А помощников у чекистов в стране есть вдоволь Ведь на острове живут около 120 тысяч россиян В некоторых городах поединой Дикиприота Портовый город Лимассол – столица русских мигрантов Здесь везде говорят по-русски Надписи на кириллице – как на грузовых машинах Так и на вывесках агентств недвижимости И даже на ресторанах Половина уже с паспортом А это 10% населения страны То есть те, кто могут влиять на политику и настроение масс Акция в поддержку России на Кипре вылилась с противостояния Местные украинцы вышли на дорогу с флагами своей страны И нарисовали на проезжей части контуры человеческих тел Напряженность возросла и потребовалось вмешательство полиции Причин тому две Первое – золотые паспорта, которые Кипр с 2002 по 2020 выдавал кому не попадя Сколько из почти трех тысяч таких удалось получить путинским агентам Можно только догадываться Зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там Помимо этого, благодаря лояльности к русским Кипр стал популярным местом отбывания пенсии для чекистов Чего стоит бывший премьер, экс-министр иностранных дел И по совместительству экс-глава службы внешней разведки Евгений Примаков В последние годы жизни он буквально оттуда не вылазил Я знаю Владимира Владимировича Путина давно И когда уже Владимир Владимирович стал президентом, выполнял целый ряд его поручений за рубежом Естественно, отчитывался, естественно, обговаривалось это все Вторая причина – офшоры, куда стекаются доллары кремлевских элит В одном из наших выпусков мы уже рассказывали о том, как Роман Абрамович Через схемы на Кипре в 2003-м купил долю компании «Видео Интернешнл» Монополиста рекламы на телеканалах и радио А значит и пропаганды Абрамович покупает четверть огромной компании за 8 миллионов, не долларов, рублей Спустя 7 лет, в 2010 году, российский олигарх продал свою долю в очень прибыльной компании за 30 миллионов Причем никому-то из тех же воротил, а обычному виолончелисту Сергею Ралдугину Но мы с вами уже знаем этот внешне неприметный человечек – кошелек Владимира Путина А деньги – это не просто бумажки, за которые можно приобрести недвижимость или отдохнуть на широкую ногу Это возможность купить лояльность политиков не только Кипра, но и всего Евросоюза И примеры тому есть В 2016-м именно кипрские власти первыми заговорили о снятии санкций с России за аннексию Крыма и войну на Донбассе В четверг, 7 июля, парламент Кипра поддержал резолюцию, призывающую правительство страны начать работу со структурами Евросоюза над снятием санкций против России Документ был внесен Прогрессивной партией Трудового народа и поддержан 33 депутатами 17 парламентариев от голосования воздержались Согласно документу, ограничения якобы контрпродуктивные и вредят торговле с Россией А не лучше ли договориться с Россией? Однако с началом полномасштабной войны и сменой власти на острове ситуация немного поменялась Банки начали закрывать счета россиян, у некоторых олигархов забрали золотые паспорта А тем, кто помогал обходить санкции, например, Алишеру Усманову, Роману Абрамовичу и им подобным, заблокировали активы Моя позиция, позиция Республики Кипр, кристально ясна Мы не будем покрывать никого, кто пытается выйти за рамки законности Некосия, Республика Кипр очень сильно пострадали от такого поведения Речь идет об очень узком круге людей на Кипре И мы не позволим, чтобы от их действий пострадали имидж и авторитет Кипра на европейском и международном уровне Но, как вы уже поняли, эта акция весьма избирательная ФСБшники на месте, пророссийские иммигранты тоже А приглядывает за ними Россотрудничество через загран-офисы и так называемые русские дома Последние, особо удобные для вербовки агентов и создания организаций по интересам Социальных, образовательных, культурных, религиозных, бизнесовых и даже дружбы народов Проще говоря, контор по промыванию мозгов киприотам Правда, результат не всегда гарантирован Они же не слепые Вот это вот бухающее быдло, которое не умеет себя вести в общественных местах И общается с прислугой так, как будто это его личные рабы Всеми этими организациями занимаются служившие Есть на Кипре и приход РПЦ Его возглавляет бежавший в 2014 году из Украины настоятель Павел Поваляев И русский православный образовательный центр во главе с военными Валерием и Натальей Языковыми И тесная дружба с Кипрской православной церковью Последнее неудивительно Ведь трое из семи местных епископов оканчивали семинарии в Москве и Ленинграде Люди очень талантливые А русскоязычная пресса на Кипре что, спросите вы? Да, как и вся в России Координируется лично главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным Ассоциация российских бизнесменов в руках бывшего советника посла Юрия Пьяных И не исключено, что дипломатия здесь только для прикрытия Клуб лидеров успешного бизнеса держит Наталья Кардаш Она же глава издательства Вестник Кипра Это такая двухходовочка очень простенькая Отдельный вопрос это российские политические силы Так в двадцать четвертом на третьем году полномасштабного вторжения России в Украину На острове создали партию Элпис Что в переводе означает «Надежда» Ее цели лидер Андреа Стофилакту не скрывает Надежда, так называется наша политическая партия И эта надежда снова быть с русским народом Многое может произойти, когда на вашей стороне такая сплоченная страна, как Россия Еще одного представителя партии Мариоса Фатиу связывает тесная дружба с депутатом Госдумы Виталием Милоновым В четырнадцатом Фатиу наблюдал за выборами губернатора Санкт-Петербурга В пятнадцатом хлопотал перед президентом, чтобы разместить на Кипре российскую военную базу Киприоты опасаются угрозы со стороны исламского государства и считают, что Россия сможет их защитить Мы с надеждой восприняли новость о том, что Россия приняла решение о проведении собственной операции против террористов в Сирии Пока террористы не будут побеждены, наша страна будет находиться в зоне самого высокого риска Нашли, к кому обращаться В семнадцатом вместе с Милоновым передавал сепаратистам из так называемой ДНР одежду, лекарства, рации и прицелы А в феврале этого года Милонов, Фатиу и Тафилакту встречались в Ереване Нехилое резюме, как для граждан Евросоюза Обалденно, понравилось? В дружественной Москве считается коммунистическая партия Акел Вторая по численности в кипрском парламенте Неудивительно, что с таким набором Кремль плотно взялся за страну И, похоже, местной власти это не особо смущает Одно лишь можно сказать точно На общеевропейскую политику это вряд ли повлияет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok